Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. И за сентябрь месяц статистика выглядит следующим образом. Было вынесено 70 условных приговоров, 16 реальных приговоров и один оправдательный. При этом из 16 реальных приговоров было назначено такое наказание. В 14 случаях было наказание в виде 3 лет лишения свободы, в одном случае 240 часов общественных работ человек получил, и в одном случае арест на 6 месяцев. Что можно сказать, исходя из этих цифр? Мы видим, что в этом месяце приговоров стало несколько меньше. Если в предыдущие месяцы у нас количество приговоров превышало 100, то сейчас их 86. Но однозначно можно сказать, что на сегодняшний день, в сентябре 2023 года, было рекордное количество реальных приговоров. И эта цифра составляет 20% от общего количества приговоров. И, собственно говоря, ни такой процентовки, ни такого количества реальных приговоров еще не было. И это говорит о том, что позиция государства ужесточается в контексте назначения наказания за уклонение от мобилизации. В принципе, те тенденции, которые мы видели в августе месяце, в июле месяце, они были реализованы и в сентябре, и все это выглядит логично. При этом традиционно я всегда разбирал еще какой-нибудь приговор, или несколько приговоров, которые представляли особый интерес, но, честно говоря, в этом месяце отойду от такого правила. Почему? Потому что ни один приговор, на мой взгляд, не заслуживает какого-то особого внимания. Все стандартно. Люди приходили, проходили ВЛК. Далее они либо отказывались от повесток, либо в большинстве случаев не являлись на призывной пункт, соответственно. Да, они являлись в ТЦК и ИСП в то время и в ту дату, которая была указана в повестке. И за это получали соответствующее наказание. Но в этом случае мы поговорим о той идее, которую выдвинул адвокат Ростислав Кравец. И какая же эта идея? Идея заключается в том, что приговоры, вынесенные по статье 336, являются не совсем законными. А почему? А потому что изменения в статью 336 были внесены не в соответствии с правилами Уголовного кодекса Украины. Что это значит? Как это может повлиять на судьбу человека, на судьбу тех людей, которые... В отношении которых уже вынесены приговоры, либо в отношении тех, кого это еще ждет, да, у кого сейчас идут уголовные производства, сейчас мы и разберемся. И сначала хочу напомнить или рассказать тем людям, которые еще не видели, что же за идею выдвинул Ростислав Кравец. А выдвинул он следующую идею. В соответствии с частью 6 статьи 3 Уголовного кодекса Украины, изменения до законодательства про криминальную ответственность может вноситься выключно законами про внесение изменений до этого кодекса, та або до криминального процессуального законодательства Украины, та або до законодательства Украины про административные правопорушения. Что здесь заложено, какая мысль? Для того, чтобы изменить Уголовный кодекс Украины, должен быть принят специальный закон. И этот закон может касаться только максимум трех нормативно-правовых актов. То есть он может изменить уголовное законодательство Украины, уголовное процессуальное законодательство Украины и административное процессуальное законодательство Украины. Все. Никакое другое законодательство этот закон не может затрагивать. То есть, грубо говоря, максимум, что он может вносить изменений, это в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и КОПАП, Кодекс Украины о админправонарушениях. Но что пошло не так в этом случае? Если мы посмотрим статью 336, то вот здесь мы увидим, что она в редакции закона, который был принят в марте 2021 года. И если мы посмотрим этот закон, то мы увидим, что он называется вот так, вот такое название он имеет. И нам главное не название, а главное, что в какие же законодательные акты он вносит еще изменения. И вот здесь, если мы смотрим, уже в самом начале мы видим внести изменения в Кодекс Законного Труде. А Кодекс Законного Труде не является, естественно, ни уголовным законодательством, ни уголовным процессуальным законодательством, и административным законодательством он тоже не является. А если мы полистаем дальше этот закон, то мы увидим, что там вносятся изменения и в закон про СБУ, и в закон про оборону Украины, и в уставы, и так далее. То есть данный закон не соответствует тем правилам, которые закреплены в статье 3 Уголовного Кодекса Украины. А это значит, что можно сделать такой вывод, что вот эти изменения, вот эта редакция статьи, которая есть у нас сейчас, она получается не совсем законная. Но идем дальше. А что это значит? Какая же тогда законная редакция, если это неправильная? А законная редакция, тогда получается вот это. Ухиление Витпризову за мобилизацией, карается позбавлением воли на строк вид 2 до 5 рокев. И если мы вот примем вот эту идею о том, что изменения внесены неправильно, то мы должны откатиться на статью 336 в предыдущей редакции. А там, как мы видим, разница в чем? Ну, во-первых, санкция. Если сейчас она от 3 до 5 лет, то здесь от 2 до 5 лет. А во-вторых, здесь другая формулировка. Ухиление Витпризову за мобилизацией. А вот такого вида призова, как призов за мобилизацией, он отсутствует в законе про ВО и ВС и в законе про мобилизацию. То есть возникнут споры о том, можно ли вообще людей привлекать к уголовной ответственности по этой статье, исходя из того, что не совпадают формулировки в законах Украины. И многие подписчики у меня спрашивали, мол, а что ты думаешь по поводу вот этой идеи, которую пан Кравец выдвинул? Мне эта идея нравится, и она безусловно обоснована. Но проблема, к сожалению, знаете в чем? Не важно, что думает Кравец, не важно, что думает Лукьянчиков, не важно, что думает еще какой-то адвокат, важно, что думает суд. И важно, что думает не просто конкретный судья, а вот что думает в принципе вся судебная система по этому поводу. А судебная система на сегодняшний день думает по этому поводу следующее. Статья 336 законна в той редакции, которая есть на сегодняшний день. И подтверждение тому многочисленные приговоры, которые выносятся по этой статье. И на сегодняшний день пока еще ни один суд, в том числе, кстати, и известный нам судья Должко из Зиньковского районного суда Полтавской области, даже он не указал на этот нюанс, и даже он не на этом основании оправдывал человека. То есть, к чему я говорю? Пока судебная система не поменяет свою позицию в отношении этой статьи, адвокаты, по сути, что они могут сделать? Да, по сути, ничего. К сожалению, вот здесь можно в каком-то смысле расписаться в том, что мы ничего исправить здесь не можем. Но кроме того, что, по идее, можно с таким делом попробовать дойти до Верховного суда, и там уже оспорить приговор, который построен на 336 статье в действующей редакции. Но тоже вопрос в эффективности этого, потому что даже дойдя туда, у меня есть, ну, такие разумные основания быть пессимистом в этом случае. И я более чем уверен, что максимум, что можно будет сделать, это вернуться к предыдущей редакции статьи 336, и человеку, который, допустим, получил 3 года реального срока, там может попробовать уменьшить на 2 года. И то не факт. И то не факт. Но однозначно я не верю, вот здесь я, там, меня часто говорят, что я пессимист, вернее, оптимист, вот здесь буду пессимистом, я не верю, что в Верховном суде можно будет доказать, что тот факт, что ухылыня Витпризову за мобилизацией на сегодняшний день это неправильная конструкция, и, соответственно, нельзя человека привлекать к уголовной ответственности. Я думаю, что суд, все-таки, пользуясь, там, принципами верховенства права, толкования по аналогии, возможно, даже принципом, там, публичного интереса, да, придет к выводу о том, что применение такого, такой нормы правомерно, и приговоры, скорее всего, будут оставлены в силе. Вот такая ситуация, друзья. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео полезно, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Там вы всегда можете задать мне вопрос в комментарии, и там я буду проводить отдельные стримы для участников именно Телеграм-канала. Ну и в конце традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.